Постучал, позвонил. Представился-то как он? Девушка была. А, девушка была, да? Я отец от 6-й поликлиники, как бы, не помню уже. Здесь проживает Юлечка Нараза Григорьевна. Она уже 4 года как. А то есть она имя, фамилию все знала? Да, вот почему. А ваша фамилия, я говорю, обоюдная. Что вас беспокоить? Я кто вы такой? Недвизитский работник, распространитель. Вот таких аппаратов. А у вас, получается, и подозрение возникло. Она знает фамилию, как будто с поликлиники, да, пришла? Да. Назвала я, что с поликлиники. Я нахожусь. И что от меня требуется? Вот чем болеть? У меня голова болит. Ну, понятно, старческие болячки все такие. Ухо маленькое. Ну и состояние такое, что... Вот мы вам рекомендуем у нас зарегистрироваться и мы вам дадим рекомендации по вашему заболеванию какой-то или другой санаторий. То есть она вам уже диагноз поставила, да? Да, санаторий. Мне проверила шейный отдел, коленки, вас хоть не функционер. Она проверила у тебя? Да, у них... Она каким образом отправила? Щупала руками, что сделать? Нет, прибор. Прибор? То есть поставил диагноз, да? Этот прибор стоит с ушным 21 тысяча. Я уже у меня на ух уже не требуется, потому что возраст, я давно этим болею. Ну, 15-16 тысяч возьмете, я уже. То есть цена упала сразу, да? Да, минуя этот ушной. А она спросила у вас какие-то противопоказания, кардиостимулятор, может быть, у вас есть какие-то... Она спрашивала у вас, опрашивала вообще? Нет. Может, уже есть. Ничего, да? Нет. Она мне сказала, вам выдали на прошлом году, было распространение с поликлиники якобы, вам должны это уже распределить. Я говорю, я ничего не получал. Она куда-то позвонила, там я отвечаю. Сейчас мы проверим. Это, этот мужчина меня отвечает по ее же телефону. Ну-ка, он на мысе стоял. На мысе стоял, да-да, вон там. Да? А, ну-ну. Практически вас уговорили приобрести, да, вот это вот? Ну, я говорю, минуту, да, вот только это... Это спасибо вам. Это вот спасибо вашим, да, соседям, всем, кто чуть смотрит. Буквально чуть позже, мы все. Я вам сразу чуть-чуть говорю, все, давайте. Вот, вот, девушка, это самое. Вы агитируете, да? Да. Да, пришла в квартиру к пенсионеру, да? Скажите, зачем агитируете? А мы не агитируем, мы предлагаем. А какие услуги предлагаете? Предлагаем лечебный комплекс сибиряк. Лечебный комплекс сибиряк предлагаем. Что это такое? Это миостимулятор. Миостимулятор. Стимулятор, а где вы физически находитесь? Физически? Да. Город Самара. Город Самара, физкультурная, 31А. А здесь себе арендуете? Мы только приехали сюда. Мы только приехали сюда. Ну, вы же где-то предлагаете услугу, где она будет оказываться? Наш прямой продажи. В смысле, вы прямо здесь на дому, у вас с собой товар какой-то, миостимулятор? Вы можете его показать? Ну, что вам покажется? Ну, предложите мне, если вы честный продавец. Ну, продайте мне, может, я куплю. Откуда у вас данные жильцов, к которым вы заходите в квартиру? Соседи сказали. Ну, как соседи? Нет, они сказали, что она назвала по имени отчества. Да, по имени отчества, его, супругу, соседнюю квартиру. Он не мог сказать супруге покойное имя отчества, ее три года уже нет. У вас какие-то персональные данные получаются? Конечно, у персональных данных нет никаких, это раз. Вот, зашла в подъезд, опросилась, просила у кого-то, кто где проживает, проходит. А вы можете показать документы на ваши продукты, сертификат, медицинский, там лицензии? Или что он у него есть, что он является медицинским аппаратом каким-то? Вот, пожалуйста, все сертификаты, соответственно, что он является медицинским аппаратом лечебным. Не секрет, по какой цене вы этот продаете? 14 990 рублей. 24 сейчас говорили. Прибор массажный, бытовой электрический для тела. 22 тысячи, это с усилителем звука волна. Торговая марка Сибиря. Уже меньше, видите, говорит, был 24. Прибор массажный, бытовой. Там сейчас квартиру еще входим, пусть он не будет. Обычно. Ну, вы же понимаете, что эти продукты стоят полторы максимума, тысячу рублей на тех же Алиэкспресс на Китае. И вы бабулькам продаете. Нет, вы можете посмотреть в интернете, такой аппарат стоит 34 тысячи. Да я не спорю, что это эффект плацентра. Учерк себе продаете за 24 тысячи. Это обычный массажный аппарат, да, на электрический? Неостимулятор, да. Что такое неостимулятор? Неостимулятор, это аппарат, который действует по точкам. Они все действуют какие-то. То есть обычный массажер? Ну да. Остеохондроз, варикоз. Ну, ей не надо быть медиком. Ей не надо быть медиком. У нее должны быть документы, что у нее есть разрешение на продажу этих аппаратов. Нет, ну вы сейчас понимаете, вопрос какой. Здесь же это серый бизнес, по факту. Люди занимаются, они же не наркотиками торгуют, да, они торгуют якобы полезной вещью. Но единственная в чем проблема, я считаю, ваша, ну, как бы вы просто сознательно завышаете цены для пенсионеров, продавая вот этот эффект плацентра. Так у них аудитория конкретно, они не пришли к молодому, да, то есть у них есть база данных, конкретно приходят, знают, какой год рождения, да, какой проживает категория людей, да, которых можно действительно уговорить развести на эти деньги, на покупку таких аппаратов. В соседние квартиры позвонили, тоже назвали фамилии, имя, отчества. Нет. Ну что вы говорите? Кто живет? Никто. Я здесь, как говорят, столько лет в этом микрорайоне, никто не каждый знает по фамилии, имя, отчества. Вы о чем говорите? Ну вы, скорее всего, эти базы данных покупаете просто в пенсионных фондах или у кого? Конечно, покупают. Они пришли к Тюточкиной, которой уже три года нет в живых. А вы мне можете показать вот сам аппарат, который вы продаете? А как вы можете медицинский аппарат продавать, ну, человеку? Буквально вот недавно, может быть, недели две назад, в 27-м доме, да, была такая же схема, только продавание литинские приборы. Это кардиостимулятор и онкология. Я прежде опрашиваю пациента, если у него нет противопоказаний. Ну, если пациент ошибется или по старости забыл. Ну, что кардиостимулятор, я думаю, это любой человек знает. Ну да, может противопоказания какие-то. Ну да, это хрень стоит там. Растирание. 24 тысячи за это просили? 15 тысяч рублей. А так на месте оформляете, если у человека нет кредит, можете оформить или нет? Нет. Только наличные расчеты? Ой, да сейчас они вам расскажут. С каким-то усилителем продавали сейчас за 24 тысячи. Вот, вышли мы. А что за усилитель? Подробную информацию можем получить непосредственно у проживающих. Усилитель развуковой, да? Нет, не развуковой, это слуховой аппарат. Я так это, ну, как бы я еще раз убежден в том, что вы занимаетесь серым бизнесом, в том плане просто завышая цены и доверчивым людям продавая. Давай, послушайте, я сейчас, вот смотрите, я уже сколько раз с такими, как вы имел, беседы, я сейчас залезу на Али, найду этот, и в итоговом сюжете найду. Покажу, да, там тысячи рублей будет стоить. Вот, и вопрос какой, я вам советую просто, ну, в нашем городе этим не заниматься, вот, ну, по-честному. Сейчас мы пойдете в другой район, там также депутат, сейчас мы, мы за вами обязательно закрепим сейчас активистов гражданского дозора, которые будут смотреть, как хотите, занимайтесь. Ну, конечно, информацию мы в любом случае дадим во все округа избирательные, вот сейчас Валерий Жоржевич по своей депутатской деятельности, я думаю, все распространит. Не надо обманывать в нашем городе и заниматься вот этим. Тем более, говорят, едут мимо из Самары в Саратов. И конкретно вот именно сюда, в микрорайон, и где проживают пожилые люди, конкретно. И не знают, кто здесь жил три года назад.